здорово ребята я вас всех рад безумно видеть у нас сегодня офигенная тема которую я так часто встречаю так часто вижу в комментариях примерно текст такой алексей что-то не так как мне изменить программу чтобы я начала или начал худеть процесс не идет килограмма не уходит ребята сегодня будем с вами разбираться именно с этим вопросом а в конце мы поговорим о самом главном фундаментальном вопросе который является основным камнем преткновения в процессе любого как телостроительство плане набора мышечной массы так и в плане сжигания жировой прослойки поехали ребята первое на что вы должны обращать внимание это ваша калорийность самое важное условие находиться в калорийном дефиците но не в тотальном то как мы считаем в нашем например по геморафоне или при любых моих консультациях с любым человеком неважно в любой человек который хочет добиться успеха в похудении не делает тотальный огромный дефицит калорий из недоедания вы считаете свой метаболизм а как считать свой метаболизм ссылка здесь видео называется как узнать свой метаболизм отнимаете от него 200 калорий а все остальное вы дожигаете добавляете активностью пешеходной добавляете активностью спортивной ребята я вам скажу что никогда еще ни один человек не похудел и не удержал результат свой в похудении просто на тупо голодание без достаточного количества калорий мы сейчас с вами говорим о процессе который вы поддерживаете в течение многих месяцев многих лет потому что процесс похудения с отметки плюс 20 плюс 30 плюс 40 плюс 50 килограмм от вашей нормы не проходит за один день но об этом мы поговорим в конце калории сосчитаны все хорошо активность активность еще раз активность мы сейчас проводим глобальное исследование наших марафонцев которые первые 10 дней худели с уверенным успехом либо вообще без успеха я вам скажу что ребята тот кто ходит меньше 7 8 тысяч нихрена вообще не худеет вообще 0 или даже плюс несмотря на то что у нас дефицит в 200 калорий от нашего базового метаболизма это не помогает помогает дефицит 200 калорий и сверху не меньше не меньше повторяю десяти тысяч шагов это просто как очень наш без этого никакого результата не будет ваш дефицит 200 калорий от базового метаболизма ваши шаги не меньше десяти тысяч ребята и затем сверху если вы можете спорт если вы не можете бассейн если вы не можете а вы можете потому что любой человек который себе говорит что ну у меня нет времени у меня нет возможности все это херня сам себе дулю в кармане показываешь ты можешь любой человек может найти время на любую спортивную активность включая просто взять долбаный рюкзак положить него 10 килограмм воды и пройти 2-3 километра а лучше 10 килограмм сахара это эпичней затем ребята если у вас сосчитаны правильно калорий если вы на это на все сверху насадили достаточное количество активности и вы все равно не худеете это значит что вы не побороли инсулинорезистентность инсулино матью резистентность видео будет здесь это главнейший самый первый враг самое первое расстройство которое нужно лечить и это не просто фраза лечить это ребята болезнь болезнь о которой вы узнаете посмотрев это видео но фактически это когда ваша клетка голодает внутри вы чувствуете слабость чувствуете головокружение но при этом все что вы съедаете идет гребанное сало это инсулинорезистентность ее нужно лечить с ней бороться и когда вы преодолеете ее у вас просто откроется не второе а 22 дыхание вы поймете насколько огромное количество энергии запасены в вашем сале вот это третий рубеж который нужно преодолеть точное количество калорий достаточное количество активности победить инсулинорезистентность и в самом конце вы зададите вопрос а работает ли это потому что люди часто меняют все нахрен задом наперед и мне пишут алексей я не худею я не худею потому что у меня не ушел килограмм за неделю у меня не ушло 5 килограмм за например месяц какие-то цели которые себе человек ставит но при этом он не выполняет поставленные задачи он переедает он недостаточно активен он не поборол инсулинорезистентность а все эти кубики которые воедино складывают пирамиду здоровья пирамиду состояния в котором организм может фактически начать сжигать жир в противном случае процесс жиросжигания не начинается а человек который задает вопрос что изменить в графике питания что изменить ведь процесс не идет иногда ищет только себе оправдание чтобы найти выход из работы а процесс борьбы с этими тремя камнями преткновения это есть тяжелая работа только малый процент людей добивается успеха в основном остальные люди валятся при первом при втором при третьем либо просто они не дают достаточное количество времени чтобы победить выйти главенствующим и понять что ты может сжигать калории вот такой неделя две три не идет все хрен с ним поехали что-то не так с этой программой похудения или что-то не так со мной или потом начну ребята нельзя давать себе это заднюю дверь выхода нельзя давать себе эти оправдания что что-то не работает если ты учел все три фактора то тогда только время и твоя дисциплина иначе никак не будет не будет легко не будет прям моментально ты наедал свое долбанное сало годами а теперь ты хочешь за неделю чтобы у тебя ушел килограмм или два или пять или сколько ты себе поставил задачу они будут уходить назначила ты должен создать все необходимые условия для своего организма чтобы он задействовал и расходовал это стало ведь ты так много лет создавал положительные условия для того чтобы он откладывал сало будь добр поработай в обратном направлении поработай неделю две три проведи анализ посчитай проконсультируйся подумай посмотри вот эти видео и пойми что нужно исправить в своем рационе никогда не бросай недоделанное любой человек может похудеть любой человек добивается успеха если он не ищет выход а он ищет средства к решению поставленных задач ребята это мой ответ на вопрос почему я не могу похудеть я вам желаю огромной удачи и ребята только вперед